Тёплый, говорит, очень много тёплых красок, шёлтых, охры. Если даже зелёный, то тоже зелёный тёплый, мы видим. Можно оттолкнуться от нашего натюрморта и додумать его. Думать какой-то фон свой, может быть, это будет на фоне окна какого-то интерьера. Это может быть ночь, это может быть вечерняя, старинная, утренняя, дневная. Здесь вы тоже можете сами. Ещё один осенний букет, более живописный. Если вот здесь более декоративный, мы видим, да? Более декоративный. Вот листочек, что значит декоративный и живописный? Декоративный – это когда более стилизованный, то есть упрощённый. Вот листочек жёлтый или цветочек жёлтый, он просто раскрашивается жёлтым. Цветок красный, раскрашиваются сверху какие-то детали, точечки, полосочки. Но когда живопись идёт с натуры, то уже более сложные какие-то оттенки цветовые кладутся в тот же цветок или листок. То есть вот эта работа более сложно написана. Посмотрите, какие ромашечки здесь звучат. Очень красивая работа. Так, вот эту работу тоже можно. Ну, может быть, лето, может быть, осень, да? Это тоже интересно, да, Лиза? Много у неё осенних натюрмутов. Хотите, тоже сегодня можно начать с… Осень. Можно, да. Но сегодня тема так и есть, у нас осень. И так как, ну, пора такая замечательная, да, необыкновенная пора. Может быть, ещё что-то. Вот я здесь сочинила. Я сейчас вам тоже хочу немножко про осень. Вот тоже можно посмотреть некоторые работы. Но она такая, видите, немножко упрощённая, да? Но она интересная. Потом эту книгу вы посмотрите. Хорошо? Если вы возьмёте сюжет какой-то, пейзаж, да, то придумайте. Или это деревенский какой-то сюжет там с дуэком, с деревьями. Вот, кстати, вот эти деревья, это у нас берёзы, да, они первые начинают шалтеть осенью. Вот обратите внимание на это. Знали об этом, нет? Нет. Вот оказывается, осеннее деревце, оно первое начинает покрываться жёлтыми листочками. Так, если вы знаете, что такое деревня, там, болгарская, да, или какая-то, то вы можете вспомнить и спросить. Только вот пейзаж, там, осень есть у вас, нет, в Балдаре есть, да? Вот, оно, конечно, необычно своими красками. Хотя вы можете, ну, конечно, позднее, но лучше сейчас. Это пора золотой осени, да? Так. Стихи, может быть, знаете про осень? Не знаю. Не знаю. Там некоторые про зиму, а некоторые про осень. Ну, это тоже такое лирическое выступление хочу сделать. Осень тихо к нам прокралась. Тут, 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 там. Разбросала она свои удивительные краски. Светлый день, становится короче туманной угла, увереннее вступают свои права. Карнавал листьев. Листья медные, золотые, рубиновые, подхваченные ветром. Кружатся, забыв обо всём. Приближается зимний мороз, зимний марафон и дивный танец листьев закончится. Ветер всё сильнее дует в свой волшебный рожок. Но пока праздник. Праздник осени. Праздник красок и природы. Мы идём по мягкому, красивому, разноцветному ковру осени. Отчётливо видят стволы деревьев. Стая журавлей летят косяком на юг. Осень – это всегда немного грустно. Ушедшего лета не вернёшь. Пора каникул закончилась. И стихотворение небольшое. Осень – ты чудо, осень – ты диво. Осень – ты слава и просто красиво. Время господства недолго твоё. Но подоражишь ты сердце моё. Яркими красками, синей печалью, Свежими, с чудной прохладой ночами. Осень – скажу на свет, На весь свет не тая. В гости приди, буду ждать тебя я. Это моё такое лирическое отступление, которое я написала сегодня утром. Хорошо. Я надеюсь, что это лирическое небольшое отступление даст то же начало, какому-то положим начало лирическому сюжету вашей картины. Попробуйте сейчас в память восстановить осенние какие-то мотивы природы, осенние краски. Ну и всё это необходимо сегодня воплотить. Такая задача. Осенние краски, золото, вот эти медные, да, я сегодня вот зачитывала, там и медные, и золотые листья, и рубиновые, и кружатся. То есть вот такая пара, она и печальная, и красивая, и она действительно подошла многих паратов, таких как Пушкин, например, да, он очень любил осенью. Может быть, так думается, действительно немножко грустно, а лирика это всегда немножко грусть какая-то, да. Так, ну что, надеюсь, что у вас какие-то уже образы возникли в голове. Если вы захотите сделать пейзаж, то, пожалуйста, можно осень в городе, осень в деревне, осень в лесу, в парке, можно пейзаж, можно натюрморт. Если кто хочет натюрморт, можно, допустим, с листочками, да, на фоне окна, или на фоне какого-то интерьера. Туда поближе пересаживаться. Можно пересесть. Можно смотреть, запомнить и перекладывать. Да, или же даже с натурой можно поближе сесть. Ну, отсюда тоже хорошо, да? Да, отсюда тоже. Вот эти краски. Там зеленый, красный, желтый. Туракан тоже на окне. Да, как минимум, и туракан может произойти. Если бы вы были у меня на занятии, то я всегда начинаю, ребята, выбирайте формат. То есть вы, если у вас по горизонтали, но у вас задумка другая, вы захотите по вертикали, да, то можно повернуть лист по вертикали. Потому что это очень важно для художника выбирать формат в зависимости от того, что вы хотите. Потому что компоновать это очень важный этап в картине. Компоновка — это размещение изображения на листе бумаги. Если будет не очень удачное размещение, то картина, как бы ее красиво не сделайте в одной красками, она все равно немножко будет в невыигрышном состоянии. То есть сейчас очень важно. И так надо ваши придуманные образы очень грамотно разместить. То есть должен быть компенсационный центр. Что значит? Что-то главное. изменить, как у вас софот. Татьяна, да? А вы будете натюрной или писать? Что вы хотите? Натюрной, да? Вот с лизой вы придумаете. А я писала. Вот эта художница, она, кстати, замечательная. вот эта. И она никакая слова, что не может. Мне кажется, что нужно от нее пропасть. Можно уже начинать. А я сходу срисовать, а то мне что-то само рисовать не очень получается. Срисовать, например, нельзя? Срисовать? Да. А мне что-то само рисовать не очень получается. Ну, давай я еще могу что-нибудь показать. Вот. Дай, что у тебя. Так. У нас клинга. Да, еще есть. И есть вот здесь у нас еще пейзажный справа. Но ты уже не сапогу. А можно уже начинать мазиться? Это у меня не мама, я дома у мамы рисую. Уже да. Если есть идеи, рисуй. Ну, нужно лес. Да, можно осенний лес. Так. Ну, полистай. Может, тут здесь, что-то, например, деревья, да? Можно с речкой, тоже интересно, да? Кусочек рифки. Параблик уже деревца, да? Нет, это дорога. Только туда идет, ну да. Дорога. Так, вот пейзаж, он тоже может начаться с линии горизонта. Линия горизонта. Она может быть высокая и низкая. У тебя вообще линии горизонта нет. То есть неба нет. Да? Ну, у меня вид сверху там, вот, тихо. Будет вид сверху, там, у нас саморота, да, и тут люди, Ну, может быть, тогда это, что там будет? Тут будет дом, а тут поле. А тут это осенья? Ну, да, я вижу. Осень в горах. Можно так, кстати, очень красивое название. Осень в горах. Светок. Можно. Ну, в Болгарии там же есть собора. Да, в Болгарии. Хорошо. Поле у нас есть. Потом отошлются парушки, девушки покажутся, да, сфотографируйте. И как пейзаж, это линия горизонта. Линия горизонта может быть низкая или высокая. Если низкая линия горизонта, вот, допустим, вот здесь линия горизонта, то есть очень много неба, очень мало земли. Вот. Почему? Потому что художник, он хочет показать много здесь на земле, и какое-то озеро горное, да, и горы, и впереди деревья желтые. Поэтому... А вот это деревья как ледино плодили или как? Ну, это в это как будто... Ну, да, пусть. Это даже интересно. Там же в горах, а там уже будет. Молодежно. Слишком большая дорога, тогда домик не вместится. Начни с домика. С домиком какой-то. Бабушки и дедушки, да? Нет, это дом бабушки и дедушки он там где-то должен. Ну, пусть. Это тоже творческая работа. Она может. Такая вот такая вот Там помощь нужна. Я вот сейчас шел по дороге, и вот эта такая вот улица дорога, дом справа, маленькая как бы получается деревья растут, вот этот снег падает, я хорошо вот это слышал, как бы здесь, а как бы не было сверху, как-то... Я, 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 я тебе соглашу в квартире, потом я открою. Запомнись, что не будет. Шестьдесят три. Я вот так сделала. Зачем? Да, а дома, допустим, вот дома, да? Это что там? Она будет уходить. Я надеюсь, это может быть там даже в точку. Это перспектива. А дома... Он как бы был вот здесь, вот. Но он, получалось, я не весь его видел, во всю длину, а он как бы там 3-4 литра затонул. То есть, что? А все остальное он не был проделать, как бы. Да, вот так. Ну, я не знаю, как прошло. То есть, все они крупные. Здесь, может, деревья. Здесь вот только было подсажено деревья. Я вот так не знаю. Получается, как они сделают так? Тоже, получается, они по ректакту, по горизонту ходили. Правильно? Да. Ну, почему вот эти стволы, они будут всегда прямо. Вот они не ходят, все же выше. Да. Потому что они высаживают там. Да. Потому что они в этой перспективе. не знаю. Я вот, ну, часть из меня. Питаю чёрчу симпатику. Девочки, как бы. Воздух, как бы. А какие у вас делают? Вот это, цилиния, мы уже раскрыли. Ой. Нет, точно. Вот смотрите, вот эта простевая сторона 치у. Это так. А вот так. Паша, парей. Паша. Магедный парей. Пришёлся друзей. Магедный парей. Паша. на нем он не только он сначала он говорит вот это одна сторона а другая сторона вот этот торец, от которого я вот сюда иду а если он под углом, допустим, вот так может вот так еще вот он, да есть фронтальная перспектива вот когда две пуски есть угловая вот углом когда две стороны, они скашаются одна сторона, вот это фронтальная перспектива то есть одна сторона не скашается на нее прямо смотришь а есть вот, когда ты смотришь на углу и две стороны не скашаются то есть то, что углы, вот шарел чуть шее а потом может подстереть а потом просто нехолик внутри нехладно о, внизу а сильнее, лябнее в общем в городе да здесь в горе здесь нехладно сейчас в горе это в горе это в горе нехладно дуэль можно вопрос а как мне такую крышу нарисовать? а тут у нас есть крыша она вот такая я не знаю как это называется мам, помнишь, когда это была маленькая упала я от какой-то дома крыши укладывали красными кирпичами как это называется? паш помнил момент ну такие знаете вот в нем а форма она может быть так может быть она как-то вот, да, вот такая вот такая может быть она лучше ну, дом под стол мне кажется, дом сложный он одноэтажный одноэтажный такой а, одноэтажный ну а тут где-то веранда ну что, там не сложный этот дом берем там же крыльчика там же крыльчика ну вот вот это смотри да здесь по идее лесенка такая наверное равная а вот тут не равная ну вот там сбоку тут где-то вот вход наверное не будет видно тут окошко покажи еще раз вот тут лесенка такая тут уже будет у тебя равная вход вообще с другой стороны где мы тут его видно не будет русский или болгарский болгарский ну там тут будет окошко мне кажется в Болгарии архитектура это деревенская но можно это хорошая картинка а вот тут вот так сложная показать ты ее не бросай если я помогу ты передумывай да да что-то мне это не очень сложно ну тогда сделай вот это а я тебе помогу а не бросай а вот тут должен быть флаг у нас флаг там нет не у нас это вообще другой дом но вот тут в какой классе шесток а вот тут флаг вот так будет в Болгарии хорошо давай давай немного сделаем вернемся попуще сделай что там лес да там поля поля сделай дни горизонта сделай дни горизонта допустим дни горизонта ну вот а что там дни горизонта лес какой-то нет 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 только поля там поля ну и там еще дели на горы она не умещается нет но вот горы стены мне кажется это будет интересно горы стены опять подключи память свое воображение и сделай потом это работа такая творческая если ты знаешь что не так сделаешь допустим да по-своему то есть страшно если вот это важно какой образ да она творит просто горает я знаю что кроме полистала она не должна открыться чуть тогда поменьше какие они горы я не знаю как они это вдалеке да вдалеке нет они большие толстые если ближе там еще речка но если ближе к речке там цыгане режут всяких лошадей там гниет и воняется если куда идти если туда в бок там речка идет там там же цыгане нет цыгане идут там и они через поле идут резать лошади цыгане шумно толпой там же цыгане да есть цыгане конечно достаточно такие интересные работящие есть такие которые ничего не делают барон там живет цыганский барон в нашем ну в том селе где родители не живут наш дед наш дед он там барон да да он всех цыган они сначала ему стали что-то там вечно говорить я господин ко мне только или мистер или господин они теперь все ходят и говорят мистер здравствуйте молодец но он военный же у вас человек да да он построил все там они бывают музыку включают и пьют там а мы столько блин не засыпали там у меня кстати один мой родитель он мне записывает разные там фильмы и музыку и вот он мне недавно принес музыку цыган я вот сейчас слушаю цыганскую музыку и вот там по-моему венгерское венгерские такие мотивы у них там язык непонятный как турецкий похоже на турец очень красивая музыка я не могу никак выкали оно очень сложно сперсветивое геометрическое я не могу понять а оси это более такое жилкое но я хочу дом вычислить чтобы он был что такое вот это дом то есть это торцовая сторона вот здесь у меня балкон да ты типа мастер в этом ну он вот так идет то есть получается как мне сделать вот это вот может быть это будет ну тогда это будет совсем ну так получилось это будет совсем уж а он все таки у меня немного и так а о больше ум а крыша не нужна значит как тогда убрать ну да во-первых сделать вы же не вы же идете поэтому немножко то есть получается отсюда надо было резать ну может быть да то есть крыша не нужна вот сначала вот намокинка может быть надо вот это дерево какое-нибудь расположение ну красиво да металл как ну сейчас и Добро пожаловать в наш канал!